Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новый выпуск. Иногда я нахожу такие видео, которые показывают всё в перспективе, прямо как это видео, которое я показываю вам прямо сейчас. Человек, которого вы видите в этом ролике, это Сергей Назаров, основатель Chainlink, который несколько месяцев назад выступал на конференции Ethereum Global. Сейчас мы посмотрим три отдельных клипа, которые говорят про потенциал Chainlink в 2021 году. Когда мы начали говорить про Chainlink, наверное, более года назад, этот токен стоил несколько долларов. Сейчас он стоит в 10 раз больше и входит в топ-10 криптовалют по рыночной капитализации. Не забывайте, ребята, я не финансовый советник, я не могу сказать точно, куда и какая монета пойдёт. Но мы не можем отрицать расширение сценариев использования, в отношении которых Chainlink продвинулся довольно далеко. Во-первых, давайте быстро разберёмся или же вспомним, что такое Chainlink. Chainlink работает с блокчейнами и смарт-контрактами, либо децентрализованными приложениями на блокчейне. Однако смарт-контрактам не достаёт одной критической функции. Они не могут читать информацию и данные из внешнего мира. Они могут читать временные метки, они могут читать собственные транзакции, однако им нужны так называемые оракулы для связи со внешним миром, чтобы в конце концов связать информацию из внешнего мира с информацией в блокчейне. У Chainlink есть решение этой проблемы, высоконадёжная децентрализованная сеть оракулов, которая называется Chainlink. Она позволяет множеству сетевых соединений оценивать одни и те же данные, прежде чем они будут использованы в блокчейне. Именно это и нивелирует любую возможность для совершения ошибки. Достаточно понятное объяснение природы Chainlink. Именно поэтому он так и называется Chainlink – связь между цепочками. Определённо, он выглядит очень нужным в криптовалютном мире. Однако, какая потенциальная стоимость может быть у одного токена Link в будущем? Link – это управляющий токен, так что его ценность имеет прямое отражение того, сколько ценности взаимодействует с сетью Chainlink, сколько реальной применимости потенциально подключено к этой сети. Соответственно, чем больше подключается к сети, тем выше стоимость токена Link. Итак, первый сценарий использования довольно очевиден, особенно при том, что история DeFi продолжает развиваться. Это предоставление точных потоков данных из внешнего мира в блокчейн. Но почему эти внешние оффчейн данные настолько жизненно важны для децентрализованных финансов? Давайте послушаем Сергея Назарова, одного из создателей Chainlink. Если что, ончейн – это то, что в блокчейне. Оффчейн – это то, что вне блокчейна. В нашем случае мы предоставляем категории ончейн-контрактов, которые фактически работают как услуги, позволяющие людям получать доступ к оффчейн-системам. Оффчейн-системы очень важны, так как, например, DeFi необходимы ценовые данные для определения того, что происходит с базовым активом, который фактически залочен в DeFi. Вам нужно точное отображение реальности и конкретные ценовые данные для того, чтобы понимать, что происходит с активами. Это был первый короткий понятный клип. Если вы скажете «Ди, это же очевидно, в чем был смысл даже показывать это?», я отвечу – это подготовка ко второму клипу. Это лишь вершина айсберга. Послушайте сравнение от Сергея. Оно будет касаться сдвига DeFi, который мы видим в мире блокчейна сегодня. По аналогии Сергея Назарова, это очень похоже на крупные изменения в интернете, когда приложения получили то, что сейчас известно как возможность компоновки. То есть разные единичные системы в интернете наконец-то смогли общаться и взаимодействовать друг с другом. Как пример, Сергей упоминает Uber, который получил возможность взаимодействовать с программными интерфейсами GPS, платежных приложений и SMS. Все это привело к сильнейшему ускорению принятия интернета по всему миру. И сейчас мы видим подобную эволюцию в сфере DeFi, что может привести к ускорению принятия блокчейна по всему миру точно так же, как раньше это было с интернетом. Давайте послушаем. Я думаю, что изменения были несколько драматичными. У нас были закрытые, монолитные, единичные приложения, которые вообще не могли взаимодействовать с другими системами, либо делали это с трудом. Потом произошел переход к сервис-ориентированным архитектурам, в которых люди построили многоразовые услуги и применяли эти услуги в различных конфигурациях. В интернете это привело к сильнейшему ускорению развития и к улучшению качества построения людьми различных вещей в интернете. Так, например, мы получили тот же Uber, различные приложения для телефонов, множество сценариев использования, которые были созданы из-за того, что люди смогли безопасно совмещать многоразовые услуги и улучшать их, если им действительно они нравились. Затем это ускорялось все быстрее и быстрее. Появились все разнообразные приложения, совмещающие в себе GPS, SMS и платежные сервисы. Быстрое повторение и возможность совмещать многоразовые услуги в сервис-ориентированных архитектурах – это то, что во многом привело к принятию и ускорению расширения интернет-мира. Думаю, что мы видим аналогичную эволюцию в DeFi, где есть множество монолитных смарт-контрактов, которые также, как когда-то и приложения в интернете, монолитны, единоличны и плохо взаимодействующие с другими смарт-контрактами. Люди могут взять частички своих DeFi протоколов, например, Synthetix, EARN Finance и объединить их в более применимые и полезные вещи, чем каждый из них по отдельности. Сейчас у вас есть экосистема скомпонованных ончейн-сервисов в виде контрактов, которые могут быть очень безопасно совмещены, так как масштаб, код и контроль каждого контракта относительно мал. Но все они вместе делают нечто полезное. Именно здесь и начинает проявляться наше пространство, и это та скорость эволюции, которую мы видели в интернет-мире. Ребята, что вы думаете о сравнении DeFi пространства с интернетом? Я считаю, что, например, в 1999 году люди не имели никакого представления про Uber, либо другие приложения для телефонов, которые фактически станут частью нашего ежедневного мира уже спустя 20 лет. Сегодня же мы не представляем, как жить без этого, особенно в условиях пандемии. Сегодня, в 2021 году мы видим ту же эволюцию в DeFi. Так что же это значит для цены токенов Link в 2021 году и дальше? Давайте посмотрим последний клип на сегодня, который демонстрирует множество различных сценариев использования, которые может иметь децентрализованная сеть Оракула в Chainlink. У Chainlink прекрасный маркетинг, множество партнерств, особенно в сети Эфириума, в том числе с Polkadot и Binance Chain. Это означает огромный потенциал роста. Итак, в последнем видеоотрывке Сергей объяснит, почему предложения Chainlink не ограничиваются только лишь потоками оффчейн данных, а применимость лежит далеко за гранью этого. Ведь на сегодняшний день Chainlink может быть использован в игровой индустрии, в спорте и даже в фермерском страховании. Давайте послушаем. Другая волнующая динамика, которую я вижу, это факт того, что сейчас мы продвигаем существование множества видов контрактов. Мы начинали с предоставления рыночных данных от десятков различных провайдеров, когда они запускали свои ноды в Chainlink, либо же продавали эти данные напрямую. Фактически у нас были агрегаторы данных, которые продавали информацию для множества DeFi контрактов, что позволяло быстрее и безопаснее запускать различные рынки. Сейчас мы еженедельно запускаем новые, используемые рынками смарт-контракты. Но в этом году мы увидели расширение других категорий смарт-контрактов. По мере того, как мы выставляли новые категории данных, мы заметили появление новых, лучших сценариев использования. Например, игровая индустрия. Также это спорт и множество других вещей, на которые люди хотят сделать ставки, например. Не стоит забывать и про токены NFT, которые сейчас выступают в качестве залогов DeFi. Также мы видим такую картину, что по мере того, как DeFi протоколы предоставляют все больше услуг, мы со своей стороны предоставляем все больше отдельных контрактов, которые могут взаимодействовать с этими услугами. Все это превращается во взрывной рост сценариев использования с быстрым улучшением существующих предложений услуг. Все это продолжается до той точки, когда они становятся все более привлекательными для использования пользователями. Также мы видим множество улучшений и в страховой индустрии. Я очень горжусь тем, что Crop Insurance использует данные о погоде, получаемые через Chainlink, для того, чтобы определить погодные условия и автоматически выплатить контрактные компенсации фермерам в условиях развитой экономики и в условиях зарождающихся рынков, в которых обычно вообще нет никаких страховок. Все это становится возможно, так как мы предоставляем анчейн-услуги в виде потоков данных в сети Chainlink, которая собирает данные со стабильно высоким уровнем безопасности, что увеличивает ценность сети. Еще одна категория, которую недавно использует сеть Chainlink, это доказательство наличия резерва. Доказательство наличия резерва показывает вам, что базовый актив все еще присутствует и его ценность сохранена. Это можно использовать для любого актива, будь то биткоин, либо недвижимость, либо золото, или даже банковский счет в рамках использования конкретного DeFi протокола. Ребята, да, разобраться по первой достаточно сложно, но все это может быть очень большой отраслью. Никто не знает будущего, в том числе и я, никто не знает всех рисков и потенциальных отрицательных сторон инвестирования в Chainlink, но я всегда стараюсь рассказать вам про обе стороны медали, чтобы вы могли принять самое лучшее решение. Не забывайте, что выбирая инвестирование в альткоины, вы берете на себя огромное количество рисков. Например, если SEC, комиссия по ценным бумагам и биржам США, продолжит преследование некоторых из этих проектов, утверждая, что они являются незаконными ценными бумагами, это, несомненно, будет замедлять их развитие. А некоторые проекты могут даже такого не пережить. Для меня, как для обычного розничного инвестора, большим минусом также является и то, что сама компания Chainlink владеет очень большим объемом токенов, более 60%. И если они решат продавать их, это будет очень плохо влиять на инфляцию экономики токена LINK. Просто говорю то, что вы должны знать. Мой реальный прогноз для этого токена, при условии, что биткоин вырастет примерно до 100 тысяч долларов, LINK может подняться до 100, либо даже до 200 долларов за токен в 2021 году. В течение 5-10 лет этот токен может вырасти до 1000 долларов. Но опять же, это не финансовый совет, и я не смотрю в хрустальный шар. А что вы думаете об этом всем? Напишите в комментариях. А меня зовут Богатейщи Ди, если видео было вам полезным, не забудьте поставить лайк, а также подписывайтесь на канал, телеграмм, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, делитесь роликом с друзьями, комментируйте обязательно. Богатейте. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok